Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 мая, сейчас еще один короткий видео ответ на вопрос зрителей. Вот Елена Кудрявцева спросила, у балконных томатов удалять пасынки или нет? И на этот вопрос я хочу дать очень подробный ответ, потому что у нас большая армия тех огородников, у которых и огорода-то нет, у которых хотят выращивать, хотят пообщаться с растениями. И у них, конечно, возникает очень много вопросов, но эту тему, балконные овощи, все как-то мы мало освещаем. Я хочу сейчас очень подробно рассказать, тем более у меня огород на балконе каждый год есть. Вот видите, бот сидит в ведре. Он у меня выращивался сначала в теплице, там где рассаду, сейчас я вынесла на улицу, но все равно это считается огород на балконе, потому что он не в открытом грунте, он не в теплице, он вот в стесненных условиях в ведре, но такие томаты дают прекрасный результат. И смотрите, если мы начнем говорить о пасынковании, я уже в позапрошлом году, по-моему, освещала эту тему подробно, но я сейчас расскажу. Вопрос, удалять ли пасынки у балконных томатов, он не очень корректен, потому что вы не указали сорт, вы не указали характеристика томата. Я вот для всех тех, кто хочет вырастить томат в ведре, в горшке, скажу, что удалять пасынки или нет, зависит от того, какой сорт вы выберете. Есть ведь чисто горшечные, балконные, например, вот у меня пиноккио, балконная звезда, которая не индотерминатная, а которая карликовая, потом есть синичка. Вот я знаю три томата, но их много, их очень много таких томатов, именно карлики. Они не вырастают больше 15-20 сантиметров, и их нет нужды пасынковать, у них такое строение куста, что у них нет пасынков. Они просто круглые, шарообразные карлики, но у них плоды всего 20 граммов, наверное, вот такие, как сейчас вот этот зеленый. Ой, солнце светит, не могу вообще, не вижу, что я вам показываю, но помидорка должна войти в кадр. У них всего вот такие, и они уже сразу начинают спеть. Я их не считаю за настоящие томаты, я их называю декоративными. Я вот два года назад показывала, я вдоль дорожки высаживала этот пиноккио, он как виноградинки красный, обсыпанный весь. Но для еды, конечно, он не мясистый никакой, там очень мало вот самого томата. Это как украшение. Ну, в огороде на балконе можно пойти дальше. Я уже в том году отвечала, какие томаты можно выращивать в горшке, в ведре, в кашпо. Все штамбовые, все вот эти детерминатные штамбовые. Вот я специально вам показываю. Смотрите, штамбовый засолочный, он совсем не балконный, он вообще не для этих целей. Ну, совершенно с другой оперы, но он прекрасно растет в ведре, и он дает хорошие результаты. У него уже более крупные томаты, чем у карликовых, вот у этих. И он, смотрите, как красив он в посадке, вот в этой, например. Так, вот здесь у меня два. На одно ведро, в которое входит 10 литров или 10 килограммов грунта, оно у меня немножко не полное. Я вот столько оставляю отверха, чтобы была возможность наливать воды побольше. Чтобы налить воды, как, чтобы не наливать помаленьку, а сразу я налила туда литр, два, три. Пропитала весь этот земляной ком, потому что жара пересыхает очень быстро. Ну и вот, два штамбовых засолочных дадут вам такой урожай, что вы можете кушать его, кушать и кушать. В прошлом году у меня все лето он плодоносил, и у него уже плоды не как у карлика 20-30 грамм, а 100, нижние даже 150. Он у вас не вырастет сильно в высоту, он у вас будет вот такой вот. И если говорить вот про него, нужно ли удалять у него пасынки, тут вы уже выбираете, это зависит от вашего решения. Если вы хотите укрупнить плоды, ясно, что вы пасынки выщипываете, начинаете формировать его по обычной схеме. Вот первая цветочная кисть, дальше выше ее можете оставлять, а до цветочной кисти, вот которой снизу, вот у меня там уже тоже ползут пасынки, ну там очень сложно с камерой подкопаться туда, но я вам даю гарантию, там пасынки уже лезут. И если я захочу крупные томаты, более похожие на настоящие, я эти пасынки должна выщипнуть. Тогда вот эти остальные, первая кисть, вторая, третья, тогда вы уже должны не оставлять много кистей, а формировать, как бы нормировать вот эту нагрузку на томат. И чем меньше у вас будет кистей, тем крупнее будут томаты. Ну сильно тоже не увлекаться, 5-6-7 кистей должно у него быть. Низ удалять. Если вам все равно и не имеет значения, какого они будут размера, то можно оставлять все пасынки. Он будет, я вот сейчас только что говорила про томаты в открытом грунте штамповые, то же самое. Он будет вот так вот, весь разрастется шаром. Он будет весь улеплен томатами, но они у вас будут, конечно, мельче. Но это ясно, что чем больше томатов, вот он, если дано ему по весу столько-то килограмм дать, и оно все распределяется. Если будет 5 кистей, значит они будут 100-граммовые. А если будет 10 кистей, значит они будут 50-граммовые, но их будет больше. Все в природе, все рассчитано. Он больше, чем может дать. Он не даст, конечно. Но можно пойти дальше. Некоторые люди выращивают не только вот такие штамбовые, детерминатные. Некоторые люди на балконах выращивают обычные крупноплодные томаты. Просто делают больше объем грунта. Выращивают в мешках, выращивают в бочках, выращивают в больших кашпо. И если вы посадили крупноплодный томат, ясно, что вы хотите добиться какого-то результата, хотите получить настоящий томат, мясистый такой, полновесный. Тогда удаление пасынков обязательно. Вот. И если все подытожить, вы понимаете, что эта тема, задать вопрос, например, нужно ли удалять пасынки или нет, тут однозначного вопроса нет. Все опять, все решение ложится на ваши плечи, смотря что вы хотите получить. Сейчас покажу вам еще некоторые томаты, которые у меня из серии «Огород на балконе», которые совсем не балконные. Вот в этом году я посадила в кашпо «Чудо лентяя». Хотя оно, ну как этот сорт, тоже он далеко не балконный. Он очень хорошо себя в кашпо чувствует. Подвязала вот колышку. Вот тоже еще один сорт, который просто скороспелка для выращивания в открытом грунте. Я тоже посадила в кашпо. Тоже прекрасно себя чувствует. Но вот эти кашпо у меня, они уже двухведерные. У меня в прошлом году здесь питунья выращивалась. И вот в такие двухведерные я высаживаю по три томата. Им вполне хватает и места, и питания. И увидите летом, что они все будут стоять в томатиках. А вот эти пасынки, вот маленькие, вот на таких томатах, не на карликовых, а вот, ну, они тут 100 граммовки будут. Я, конечно, тут буду удалять. Я не удаляю пасынки только вот с карликовых, таких как пинокки, усиничка. Я их посадила просто и забыла. А эти я буду формировать как обычные для получения нормальных плодов, чтобы вес плодов был. Так что решайте сами.